Люди с большим сердцем оставляют на земле добрую память. 18 октября исполнилось 170 лет Николаю Николаевичу Смитскому. Русский промышленник, меценат и дворянин внес немалый вклад в развитие культуры, экономики и туризма нашей страны. В этот день в Абхазии с особой теплотой вспоминают плоды его благотворительной деятельности. Я не могу сказать, что каждый год, но 18 октября, 5 лет тому назад, мы отмечали 165 лет со дня рождения Смитского. Сегодня ему 170 лет со дня рождения. Почему Смитской и почему мы пригласили сегодня школьников, студентов тоже университета, филологического факультета пригласили? Потому что масштаб деятельности этого уникального человека, знать этот масштаб сегодня очень важно. Мероприятие прошло в форме интерактивной лекции-беседы. Школьники и студенты с удовольствием принимали в ней участие и активно отвечали на вопросы. Была организована также выставка ретро-фотографии. Услышала мероприятие, нас пригласили сюда, тем более такой великий меценат и такая великая дата, 170 лет. Мы были заинтересованы, очень сильно поучаствовали в этом мероприятии. Было очень интересно нам. Уверены, что еще будут звать нас на такие мероприятия. Из объектов, которые я знаю, это в Гулу-Рыбушском районе, который находится объект, то есть замок Смитского, был также заинтересован. Я даже ездил туда, смотрел, посещал это здание. Здание с великой историей. Мне кажется, спустя многие года, десятилетия останется в истории Абхазии в том числе. Нам сообщила наша учительница, и мы с удовольствием, всем курсом пришли посмотреть на это мероприятие. Все было очень интересно, мы очень много узнали для себя нового. На рубеже 19-20 веков Николай Смитской оказался в Абхазии из-за болезни супруги, которой потребовался морской климат. Красоты Абхазии влюбили в себя семью, и они все силы направили на развитие республики. В 1902 году был открыт санаторий Смитского «Гулрыбш», а в 1913 году был построен еще один красный корпус. Санаторий, рассчитанный на помощь в лечении легочных больных, представлял собой трехэтажное здание, состоящее из четырех корпусов, и был оборудован по последнему слову техники. Это не только благотворитель, это не только меценат, это не только такой промышленник, но это человек большой души, который все делал для того, чтобы это осталось людям. И вот это очень важно сегодня знать и на его биографии все-таки учиться. Так что вот так мы отвечаем день рождения тех людей, которые оставили очень значимый след в истории не только России, но и в истории Абхазии. И об этом мы должны помнить, и вот эти традиции, которые были заложены, передавать нашим детям. Деятельность Николая Николаевича не ограничивалась только строительством. Его интересовало очень много вещей, в частности, флористика. На территории Абхазии он разбил пять парков, самый крупный из которых – Сухумский дендропарк. Николай Николаевич Смитской оставил большой след и в развитии сельского хозяйства, в частности, цитрусоводства и виноградарства. Вся его деятельность пронизана добром и любовью к Абхазии, к абхазскому народу. После установления здесь советской власти он добровольно передал свое имущество государству и остался в республике. Настолько Абхазия была ему дорога. Из Магуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.